Господин председатель, спасибо за созыв этой встречи для обсуждения текущего положения на Украине. Мы надеемся, что под вашим председательством украинские вопросы приблизятся к стадии его урегулирования. Я благодарю господина Фельдмана, господина Шимановича за их своевременные и очень важные выступления. Господин председатель, к сожалению, факты, которые были проведены сегодня, подтверждают, что соглашения, заключенные в Минске 12 февраля сего года, а также 5 и 19 сентября прошлого года, не были полностью выполнены. Вооруженные группировки и пророссийские группы продолжают свои нападения на контрольные пункты украинских вооруженных сил, а также на гражданских лиц. С момента подписания прекращения огня 15 февраля комбатанты провели более 750 нападений. Таким образом, украинские силы потеряли 64 военных и 341 военные получили ранения. Только за последние дни террористы обстреляли позиции вооруженных сил Украины 58 раз. С начала антитеррористической операции в прошлом году мы потеряли 1541 солдата погибшими и 6226 получили ранения. Россия и пророссийские сепаратисты напали на город Дебальцево, которое стало символом явного нарушения международного гуманитарного права и прав человека. Как об этом сказал глава миссии мониторинга ОПСЕ посол Апакан вчера, это была попытка создать новые факты на местах и изменить те основы, которые легли в основу комплекса мер. Эти нападения противоречили целям Минского соглашения. Конец цитаты. После Дебальцево Мариуполь может стать новой целью. И с момента начала прекращения огня руководители так называемых самоправосглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики выразили нежелание согласиться на условия миссии ОПСЕ для того, чтобы подвергнуть эффективному контролю режим прекращения огня и отвод тяжелых вооружений. Господин председатель, в свою очередь мы полностью привержены осуществлению Минских соглашений, в том числе тех, которые были заключены в сентябре 2014 года. Мы считаем, что они остаются дорожной картой для мирного урегулирования конфликта. Вооруженные силы Украины после того, как они по приказу президента Украины начали полностью соблюдать прекращение огня, Украина отвела тяжелые вооружения от линии соприкосновения. И в настоящий момент огневые системы и артиллерийские системы калибром 150 мм были отведены в град, были отведены вчера, а ураганы отводят сегодня. И эти действия были проведены под контролем ОБСЕ. Но процесс отвода тяжелых вооружений в Донбассе украинской армии и поддерживаемыми Россиями повстанцами должен быть одновременным и также должен осуществляться под контролем ОБСЕ. Украина взяла на себя обязательство оказать всяческую необходимую поддержку ОБСЕ в Украине. Господин председатель, мы вновь опросим Российскую Федерацию и наемников, которых поддерживает Россия, незамедлительно выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями и резолюцией 2202 Совета безопасности. Мы требуем от Российской Федерации оказать влияние на подконтрольных ей лиц на востоке Украины с тем, чтобы они выполнили все требования ОБСЕ для того, чтобы миссия ОБСЕ могла осуществлять свои обязательства на месте. Мы не верим просто в слова России. Россия делала заявление. Мы будем судить о конкретных действиях, потому что действий нет, а только подобие действий существует. Мы должны дождаться осуществления полного комплекса мер сентябрьских и февральских Минских соглашений. Господин председатель, последний доклад о миссии мониторинга ОБСЕ на Украине, который был представлен сегодня господином Симоновичем, свидетельствует о том, что нет предлога прав человека для внешней агрессии. По-прежнему имеет место, однако, приток вооружений и военных из Российской Федерации в Донецкую и Луганскую области, контролируемые незаконными группировками. Совершенно очевидно, что незамедлительно покончить конец российской агрессии и оккупации Крыма является необходимым условием для обеспечения прав человека и фундаментальных свобод в Крыму и Донбассе, на востоке Украины. В то же время Украина делает всё необходимое для того, чтобы пройдет вперёд поездку дня прав человека, включая за счёт разработки национальной стратегии прав человека, которая подразумевает разработку национального плана действия по правам человека. Господин председатель, по любым стандартам задержание России и неправильное обращение с госпожой Савченко является нарушением прав человека. Мы напоминаем российской стороне, что на нормандском саммите 12 февраля стороны договорились, что все военнопленные и незаконно задержанные лица должны быть освобождены в течение 19 дней. И это полностью распространяется на Надю. Мы просим Россию выполнить свои обязательства и незамедлительно освободить госпожу Савченко и других украинских заложников. Моя делегация благодарна многочисленным государственным организациям за их чёткие призывы к незамедлительному освобождению Савченко. Мы вновь протестуем против продолжающихся попыток российскими властями сфабриковать новые обвинения в адресах украинских политических заключённых, среди которых Олег Сенцов и Александр Колченко. Год назад полномасштабная российская агрессия началась против Украины. Украины даже не стоит напоминать уважаемым членам Совета, как была осуществлена оккупация и аннексия Крыма, как обстоят ситуации с правами человека на оккупированных территориях в настоящий момент. Применение законов России в противоречии резолюции Генеральной Ассамблеи 68-262 имеет серьёзные последствия для прав человека. Мы стали свидетелями ареста и задержания активистов крымских татар, выдвигая им тоталитарные обвинения, связанные с демонстрациями. Деятельность гражданского общества и СМИ была прервана по необоснованным причинам обвинения в экстремистской деятельности. Аресты, преследования и депортация лидеров крымских татар, включая народного депутата Украины Мустафа Джамилиева, председателя крымского Меджилиса Чубарова и его заместителя Ахтема Чегоса. Это политически мотивированные действия. Более 10 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть Крым и переехать на основную территорию Украины. Это самый серьёзный удар по крымским татарам после депортации, проведённой Сталином. И Совет должен отреагировать на это. Ни при каких обстоятельствах ООН не может согласиться с тем, что Россия превратила Крым в изолированный военный лагерь, а резидентов в заключённых. Мы призываем обеспечить выполнение международных договоров по правам человека, а также рекомендации миссий по правам человека. Эти положения должны выполняться России и администрации, которая была установлена в Крыму после оккупации. Мы призываем соблюдать права человека на полуострове. Господин председатель, более 6 тысяч погибших, погибших от тысячи раненых, более миллиона ВПЛ. Такова людская цена, которую заплатила Украина за российскую интервенцию. Правительство Украины делает всё необходимое для того, чтобы урегулировать кризис. Мы высоко ценим усилия ООН, в частности, создание плана гуманитарного реагирования в 2015 году. Правительство Украины обращает самое пристное внимание на жизнь людей, которые живут теперь на территории неподконтрольной Украины. Им предоставляется электроснабжение, и необходимо отремонтировать газопроводы, но повстанцы угрожают и обстреливают эти территории. И не удалось получить доступ на территории, которые не контролируют правительство, так как повстанцы не предоставляют беспрепятственный доступ для людей и поставок гуманитарной помощи. 24 февраля произошёл взрыв на одной из самых больших шахт в Донецке. Наша команда спасателей была в 45 километрах от этой шахты, и украинское правительство предложило незамедлительно оказать помощь и вывести шахтёров из-под земли. Однако сепаратисты безжалостно отказали этой команде в доступе на этот объект. Господин председатель, российская сторона продолжает направить так называемые гуманитарные конвои. Без участия Международного сообщества Красного Креста и полностью изолируя украинскую сторону. То, что сказала российская делегация сегодня по вопросу гуманитарных конвоев, это всего лишь попытка дезинформировать Международное сообщество и Совет Безопасности. Мне хотелось бы напомнить, что это не только явное нарушение международного и национального права, это преступление. В заключение, господин председатель, год назад Россия взяла на себя роль слепого художника, который взял на себя функцию перекрасить международное право на свой собственный вкус. И поэтому 50 тонн черного, о которых говорили, были 50 тонн черного на уставе ООН. Это черная картина, мрачная картина была нарисована Россией. А нам сегодня необходимо убрать эти черные оттенки здесь, в Совете и во всех других местах. Спасибо всем членам Совета за поддержку Украины. Спасибо. Я благодарю представителя Украины за его выступление.